Ммм, 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 чилл аут. Тролль-варлорд, Джахракал. Когда Сентинел впервые стали собирать свою армию, племена тролли считались ненадежными и примитивными. Гордость троллей была ущемлена. Многие отказались примкнуть к Сентинел, а некоторые даже решили присоединиться к Скорш. Лишь молодой тролль-варлорд по имени Джахракал сразу вступил в ряды Сентинел. В бою он атаковал с невдержимой яростью, сбивая противника с толку, скоростью своих топоров и фирменной техникой ослепления. Тролль-варлорд сражался не ради Сентинел, он лишь хотел доказать, тролли лучшие войны в мире. Наверное, это второй я прыгнул. Это плохо. Да, бежать надо. Ой, нет, ну только не я. Или там просто этот викарь зимний полетел. Смотрите, какой вихрь зимний. Если ролл меньше, смотрите, давайте меньше 70 ролл, то я конченый. Если ролл больше 70, то я нормальный. Я вам о чем говорю? Просто... Всем привет, дорогие друзья. Что ж, сегодня у нас гайд на тролль-варлорда. А это значит, что сегодня мы узнаем, какая же стойка для него профитнее, как работают топорики его, как работает февр, как работают баши, и, конечно же, как лучше узнать батл транс. Друзья, гайд получился очень интересным, поэтому обязательно поставьте лайк заранее уже, заранее. И, конечно же, досмотрите до конца, ведь теория, это очень интересно. А геймплей будет еще интересней. Поехали. Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже это Berserker Rage. Эта способность позволяет нам переключаться между стойками. При этом, каждая стойка за собой будет нести определенные, так сказать, фишечки, о которых мы сейчас и будем рассказывать. Давайте об основном. Хоткей у нас G, нажимаем, и тролль у нас меняет, смотрите, цвет, при этом он меняет стойки. Дальняя стойка это у нас обычный такой зелененький тролль, и дальность атаки у нас 500 единиц. В ближнейшей стойке по Хоткее G у нас становится тролль таким, смотрите, каким-то, ну, бордовым, я не знаю, красным. И вот тут также меняются картиночки. О топорах мы поговорим чуть позже, пока поговорим о этих картинках. Добавляется дополнительная вот тут способность, это у нас баш, который сигнализирует о том, что у вас тут есть, так сказать, оглушение. По уровню прокачки оно абсолютно идентичное. Вот здесь вот, тут все указано будет, но об этом чуть-чуть позже. Смотрите. Переключаем стойку на дальнюю, у нас дальность атаки 500 единиц. Переключаем на ближнюю, у нас дальность атаки становится 150 единиц. И в чем же фишка? Ведь в ближнем бою как бы не так профитно, наверное, драться, скажете вы. Но не тут-то было. Во-первых, при переключении стойки стоит обратить внимание на количество нашего здоровья. Здоровье у нас увеличивается на 100 единиц. Это первая фишка. Вторая фишка. Мы получаем дополнительную броню в ближнем, в ближнем бою. Смотрите. То есть получается у нас становится 3 брони бонусной еще. Которая не плюсуется, а которая идет родной. Это очень-очень прикольно. Плюс еще у нас в зависимости от уровня прокачки добавляется бонусный Movement Speed. Который будет, так сказать, по уровням прокачки возрастать. Да и в принципе по уровням прокачки тут можно уже пройтись. Давайте, кстати, пройдемся. Смотрите. На первом уровне у нас доступно в ближнем бою баш 10%, который способен нанести 20 урона. Ну и, конечно же, оглушить на 0,8 секунд. Это на первом уровне. На втором 10% шанса 30 бонус демеджа с оглушения на 1,2 секунды. На третьем левеле 10% шанса и 40 бонус демеджа при срабатывании. И длительный стан у нас будет 1,6 уже по секундам. И на четвертом уровне 10% шанса и наносится 50 бонус демеджа. И оглушение составляет 2 секунды. То есть тролль у нас способен на ласт левеле забашить на 2 секунды с 10% шансом. При этом еще нанести 50 бонус урона. Ну а есть тут еще вот такая фишечка. С каждым левелом прокачки у нас еще возрастает бонус спид. То есть нам будет добавляться в ближней стойке момент спид. Это будет очень прикольно. Как он добавляется? Я вам сейчас расскажу. 10, 20, 30 и 40. Все просто. То есть на ласт левеле, на четвертом левеле плюс 40 мс мы будем получать просто в ближней стойке. То есть это почти сапог. Это реально круто, друзья. Это реально круто. Ну перезарядки тут нету на этой стойке. Но есть, не стоит забывать о том, что у нас персонаж немного замедляется, когда вот эта стойка переключается. То есть у него есть вот этот вот, ну, как бы небольшой кастик, который составляет у нас 1,55. Но это такая тема, которая, ну, в принципе, имеет смысл. Но, к сожалению, от нее никуда не деться. Друзья, есть тут очень много интересных механик по поводу этого спела вообще, в принципе, о которых стоит задуматься. Во-первых, допустим, есть артефакты, которые по-разному работают для ближних и для дальних персонажей. Ну, например, это Vanguard. То есть, смотрите. 75% блок демеджа 40. Это для ближних. А для дальних 20. Видите, как написано? Вот приглядитесь просто внимательнее, как написано. И как это работать будет для тролля? Для тролля это будет работать абсолютно так же. То есть, если мы стоим в ближней стойке, то будет артефакт работать на ближнюю стойку. Если будете стоять в дальней, то артефакт будет стоять на дальней стойке. Все очень просто и понятно. Каждый артефакт адаптируется под стойку нашего персонажа. Но есть тут одни приколюхи, которые я, кстати, выведал, вычитал. И это реально прикольная тема. Но я не знаю, это, наверное, useless, но все равно будет. Но я, тем не менее, это покажу. Видите, Battle Fury. В Battle Fury соло вот так вот, естественно, работать не будет. В ближней стойке работать оно будет, как видите. Но есть прикол, если вы кидаете топор и резко переключаетесь в ближнюю стойку, то топор рейнджевой, он начинает бить сплэшем. То есть, это такая, ну, какая-то непонятная мне механика. То есть, вот этот топор, который летит, он считывается, что как будто он выпущен с ближнего персонажа, но он летит. Но вот такая, друзья, непонятная механика. Что ж, касаемо Silver Age. Так как у нас это, по сути, пассивка, но пассивка у нас тут только одна. В принципе, это баш, который у нас вот здесь вот начинает вырисовываться. То Silver Age у нас будет отключать, к сожалению, только вот эту способность застанить. MS он убирать не будет, друзья. Это не является способностью у нас, кстати, уникальным модификатором атаки. Поэтому сюда можно собирать все абсолютно. Дезали, скади, что хотите, можно собирать. Ну и, в принципе, вот такой вот у нас первый спл, друзья. Ну, я думаю, стоит перейти уже, блин, ко второму. Потому что по первому, я думаю, вам более чем понятно. При прокачках возрастает MS. Можно забашить подольше по времени. Добавляется арморчик и немножечко хитпоинтов. Ну и, в принципе, все. Поехали на вторую способность. Итак, друзья. Следующая способность на нашем персонаже это топоры, которые у нас зависят напрямую от того, в какой стойке вы стоите. Если вы в стандарте стоите в дальней стойке, в родной, то, соответственно, топоры будут работать по-другому. Если в ближней, то тоже по-другому. Давайте это разберем. То есть у нас тут два вообще, две такие дополнительные способности, которые будут иметь свой дэмэдж, свои плюшки, о которых я вам сейчас буду рассказывать. Смотрите, давайте разберем сначала дальнюю стойку, так как тролль выходит сразу же, когда вот респаун. Респаун, то есть первая минута игры, у нас тролль выходит сразу же в дальней стойке. И, соответственно, если вы прокачаете топоры, то именно эти топоры для дальнего боя и будут у вас в инвентаре, так сказать. Не в инвентаре, а, наверное, в спеллах как-то, как-то в прокачке. Но ничего, давайте разбирать. Смотрите, хоткей у нас Е, и первое, на что у нас нужно обратить внимание, это то, что топоры в дальней стойке имеют у нас свой калдаун, свой монокост и, конечно же, свои плюшки. Смотрите, дальний бой, разбираем. На расстоянии 900 единиц наш тролль будет кидать вот такие вот топоры. Он выкидывает 5 топоров, эти топоры летят на дальность 900 единиц и имеют радиус поражения. Радиус поражения составляет 206 единиц. То есть такая маленькая-маленькая АОЕшка. Причем ближняя вот эта составляет у нас 100 единиц, а дальняя 206. То есть, допустим, если вы попытаетесь в упор закинуть эти топоры, то у вас мало что получится. При этом такой прикольный эффект, как будто топорики там всех порезали. Реально годно. В чем же смысл этой способности? Эта способность дальней стойки позволяет замедлить оппонентов на определенное время. В зависимости от уровня прокачки оно будет разное. Как раз я вот тут буду вставлять картиночки, будете еще дополнительно смотреть. При этом, когда на оппонентов попадает этот топорик, этот топорик еще и нанесет урон. Смотрите, урон равен 75 единиц, а длительное замедление напрямую зависит от уровня прокачки. 3,375, 4,5 и 5,25. На 30% момент спида будут замедленные оппоненты, которые подверглись вот этим топорикам. При этом, монокост у нас 50 маны и перезарядка 20, 19, 18 и 17 секунд. Это касаемо топоров дальнего боя. Хоткей у нас такие же е, в принципе ничего тут не меняется. И давайте уже переключимся в ближнюю стойку. В ближней стойке это работает немного по-другому. Друзья, в ближней стойке у нас уже топоры поменяли цвет и, конечно же, имеют свою специфику. Давайте нажмем хоткей и посмотрим вообще, что произойдет. Нажимаем. Как видите, топоры раскручиваются и приходят обратно к троллю. Длительность этих вообще вращений топоров составляет 3 секунды. При этом у нас тут есть разные радиусы. Ближний радиус это 100, то есть самый минимальный. И через полторы секунды он достигает максимального 350 единиц. И потом обратно сужаются у нас топоры. Когда эти топоры у нас касаются персонажей, смотрите, оп, прохарасил и обратно. Видите такие, как будто у них только промахи. Помните раньше у тролля вообще тут спелл был такой, глаз закрытый, типа глаз, типа ослепление, да? Вот это сейчас примерно тот же спелл, но он немного доработанный. Как он работает? Смотрите, по уровням прокачки у нас тут все просто. Вот тут написано melee damage and missy и все такое. Тут как бы можно по уровням прокачки тут все посмотреть, все очень понятно. Но я вам сейчас по-своему буду рассказывать. Смотрите, у нас когда вот эти топоры попадают на оппонентов, они дают промах, они дамажат. И, конечно же, определенная длительность у нас тут имеется. Длительность промахов. При этом у нас есть свой калдаун и монокост. Монокост у нас в ближних топорах 50, как и в дальних. И кд у нас 12 секунд. Кд на ближних топорах меньше, чем на дальних. Типа замедление, ну, типа оно круче считается, чем миссы. Не знаю, почему так, но, видимо, так надо. Ну и по уровням прокачки все просто. Смотрите, урон, который будет наноситься от наших топоров в ближний бой. 75, 125, 175 и 225 дэмэджа. При этом ослепление будет у нас на 4, 5, 6 и 7 секунд. При этом еще ослепление составляет 60%. Ребят, это очень-очень-очень много. То есть на 60% персонажи будут промахиваться. То есть вы запрыгиваете, закидываете топоры, оппоненты начинают вас душить, и они по вам просто, типа, ну, не попадают, пока идет длительность данной способности. Но я надеюсь, вам, в принципе, понятно, друзья, как это все работает. Вроде, блин, объяснил нормально. Так как у нас эти способности наносят вообще магический урон, то, соответственно, БКБшных юнитов это работать не будет. Замедление можно развеять там юлом или, допустим, диффузой. Очень простенькое замедление, друзья. Ну и что ж, я думаю, самое время перейти к февору. Я думаю, блин, ну, объяснил по топорикам, друзья. В ближнем бою это промах плюс урон, а в дальнем бою это замедление на определенное количество времени. При своем колдауне и, конечно же, при одинаковых монокостах. Друзья, поехали на февор уже. Посмотрим, что у нас дает третья способность. Итак, друзья, третья способность на нашем персонаже это февор, который будет позволять разгонять нашего персонажа. Данная способность у нас имеет память и стаки. Что значит память и стаки, я вам сейчас расскажу. Во-первых, стаки. Данная способность стакается четыре раза по атак спиду. По уровням прокачки атак спид у нас такой. 20, 25, 30, 35 за стак. За стак, друзья. А это значит, что одна атака будет нести за собой определенное количество скорости атаки. То есть, вот тут примерно табличечка, как, допустим, сколько надо эффектов, чтобы развить максимальную скорость атаки, допустим, на первом уровне, на втором, на третьем и на четвертом. Как видите, до 140 единиц атак спида можно поднять. Вот. И смотрите. Прокачали данную способность. Ходки у нас F. И давайте, ну, протестим эту способность. Как видите, у меня уже стак горит четыре. Но это потому, что я уже разгонял этого персонажа и хочу посмотреть, и хочу потестить для вас еще. Смотрите. Атакуем джиггернаута. Первая тычка полетела. Один стак. Вторая тычка полетела. Третья тычка полетела. И четыре. И все. И тролль у нас начал бить с максимальной скоростью атаки, с разогнанным уже феррером. И, конечно же, если мы поменяем цель, то этот стак упадет. То есть, у этой способности есть память, которая позволяет именно сбрасывать эту способность. То есть, если вы били одного персонажа и думаете, ага, я на крипах разогнался со скоростью 140 атак спида. И я сейчас такой выбегу с леса и убью котла со скоростью 140 единиц. То у вас так не получится, потому что данная способность имеет память. Запомните эту тему. То есть, если вы начали бить изначально котла, то на котле вы будете разгоняться. И на котле вы будете, так сказать, отдуваться с максимальной скоростью атаки. Которая вам позволила, так сказать, по уровню прокачки третья способность. Вот так вот. Ребят, это не уникальный модификатор атаки. Это у нас пассивка, которая выключается с сильверейджем. Не работает она у иллюзий. Проходит через БКБшных. То есть, ну, способность очень прикольная. И я, если честно, покажу вам, как на практике я раскачиваю данную персонажа. И, конечно же, я не игнорирую эту способность. Потому что эта способность позволяет, если вы вот так вот вгрызаетесь, допустим, раз медленно, вторая побыстрее, третья быстрая, четвертая уже быстрая и пошли молотить топориками. Это круто. Это круто, друзья. Ну, в общем, вот такая вот способность. Надеюсь, вам более чем понятно. Имеет стаки. Четыре стака. В зависимости от уровня прокачки атак спид у нас больше за стак. И можно настакивать только на одном герое. Если вы переключаетесь на другого героя или на другого крипа или на что-то еще другое, то, соответственно, стак падает и начинает набираться заново. Вот здесь вот циферки сигнализируют об этом стаке, друзья. Ну и что ж, поехали уже на ультимейт. Там тоже интересно. Итак, друзья. Следующая способность на нашем персонаже это Батл Транс. Батл Транс имеет у нас ходки R. И по активации этой способности у нас все персонажи в глобальном радиусе, неважно где они находятся, будут получать бонус атак спид. То есть этот атак спид, да боже, ну пожалуйста, не мороси, я здесь сижу, меня снимай. Блин. В общем, будет даваться атак спид всем нашим союзникам, которые будут находиться на карте. Не дается там никаким крипам, ничего. Просто дается героям союзным атак спид. Вот у нас есть тут теники, которые будут нам это показывать. Но давайте сначала по уровням прокачки. Во-первых, дается на первом левеле просто так 60 атак спида на 5 секунд. Длительность у нас 5 секунд. На втором левеле 120 атак спида на 5 секунд. И на третьем левеле 180 атак спида на 5 секунд. КД у нас 30 секунд данной способности и монокос 75. Аганима тут нету, ничего нету. Просто смотрите. Ходки у нас R. Нажимаем, происходит такой эффект. Видите, красненький, красивенький. И у нас союзники также пробафаны. И опа, 5 секунд проходит и атак спид кончается. Вот такая глобальная у нас способность. Друзья, если тени бы даже тут стоял или кто-нибудь другой герой какой-нибудь где-нибудь стоял, то атак спид давался бы все равно. Так как глобальное применение. Давайте же посмотрим, как у нас бьют дубинками вот эти ребята. И давайте ультанем, наверное, друзья. Смотрите, бьют медленно. Сейчас опа, побыстрее начали. Вот так это, друзья, и работает. Данная способность очень прикольна тем, что она, во-первых, ну у нее неплохой маленький калдаун. И можно, можно помогать так союзникам. Вроде, видите, там, ага, драку где-то нажали. Батлтранс. И все наши союзники начинают бить быстро. Ну и что ж, конечно же, самое время у нас, наверное, взять овер жесткие вот эти МКБшки. И, наверное, подушить этого дума. Посмотрим, завалят ли они его. Да ему просто срать. У них по 20 тысяч урона ему срать. Ну давайте, ладно, прокачаем еще ультимейт. Вот так вот сделаем и поехало. Бедные дума. Вообще, мы его вообще срать. Посмотрите просто. О, забашился. Ребят, ну в общем, вот так вот у нас сегодня гайд вышел. Я надеюсь, вам он очень понравится. Сейчас мы попробуем тролля как-то, я не знаю, ну поразгонять что ли. Попробуем собраться в дефолтного тролля. Я вам покажу, какие я билды вижу. Как я смотрю на этого героя на 85-й карте. Скорее всего, это будет тролль опять-таки через Маднес. Я Маднес не люблю, но в принципе, страта 83-й карты, она также работает здесь, как и на 85-й. Можно будет собрать через Маднес, чтобы с Маднесом как можно быстрее выформить. И, конечно же, попробовать задушить всех оппонентов чисто через такую мобильность, которая у нас есть у тролля. И, конечно же, этот прекрасный дэмэдж. Тролль вообще очень сильный лейд, друзья. И постараемся сейчас как-то показать всю его силу несколькими такими плотными каточками, друзья. В общем, всем спасибо, друзья, кто смотрит. Спасибо, кто лайкает. Надеюсь, я с гайдами, так сказать, не сильно затягиваю. Понимаю, гайды выходят не часто. Где-то примерно сейчас один гайд, там где-то два гайда в неделю. Может быть, и реже, потому что, ну, не успевая просто физически, я не робот, к сожалению. И также еще рубрика один на один тоже перекрывает немного гайды. Ну и, конечно же, в принципе, все равно я пытаюсь как-то крутиться, друзья. В общем, это все, друзья. Поехали скорее смотреть гайд, а то уже не терпится нарезать. Поехали. Итак, друзья, что ж, начинаем мы каточку. Что у нас на тролле? На тролле сегодня, да, каточка? Да, значит, на тролле. Ребят, что мы будем делать на тролле? Мы должны идти на мид. Изи. Идем изи на мид. Что у нас боится персонаж? Наш персонаж очень сильно боится прокастов. Очень сильно боится прокастов, всякого контроля. И, конечно же, наш персонаж зависим. Зависим от всего этого. Нашему персонажу, если не будут давать бить, то, к сожалению, толку от нас не особо будет. Жесть, жесть, ребята, жесть. Я уже достаточное количество сыграл игр, чтобы понимать, что у него тут за мета. В принципе, персонаж такой. Ну, мета его это просто собираться так же, как на 83-й карте, и будет все, в принципе, нормально. Так же, как и на 83-й карте. Вы просто тупо берете, собираете ему... Маднес, как и на 83-й. И, в принципе, так и душите. Но единственный тут минус того, что мы собираем Маднес, что Маднес тут не такой, как на 83-й, конечно же. Ну, в принципе, можно собрать и Сатаник. Но с помощью Маднеса мы быстрее выфармливаем, друзья. Поэтому, как бы, будем играть через Маднес. Сейчас посмотрим, что у нас будет по билдам. Но на первом левеле я беру постоянно первый. Но чтобы уже стойку переключить и идти латхитить. Как правило, на рунах очень редко происходят такие прям жесткие стычки, чтобы прям топоры зарешали. Но, кстати, можно прокачиваться так же желательно вот именно по ситуации. На руне, допустим. Но если вы сможете поймать этот момент. Пришли на руну. Ага, видите, там драка назревает. Качнули второй. То только замедлить, к сожалению, сможете. И все. Никаких промахов дать вы не сможете. Так, ну и что там понапикали? Так, ребят, у нас тут есть Баунти Хантер. У нас есть Мартретка. Бара. Тут бы сделать даггер. Но, скорее всего, придется... Блин. Вряд ли. Вряд ли у нас тут зайдет Сильверейдж, друзья. Потому что с Сильверейджем все же как бы... БХ, Бара будет тяжеловато. Будет тяжеловато. Потому что не сможем уходить. Центрально. Центральную. Ой, в центральную. Ну, тут ребятами про МИП пишут, что я тут центральную. Мы не сможем уходить в Лотарь, спокойно. Опа, пауки пошли. Я там ничем не попал. Пойдет. 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 Не обращайте внимания никогда на парней, которые пишут... Там, ты шо, дурачок, какой МИП? Ребят, поверьте. А центральная будет нормально. Когда вы играете такие игры на тролли, зачастую в паб-играх очень редко встретишь саппорта. Если вы уверены в своих силах... Уверены в своих силах, то желательно пойти на МИП. Если вы уверены в своих силах... БХ тут на миду. Лас-хитчик. Лас-хитчик на БХ. Троль смэш. Можно в ближний, можно в дальний, ребят. Не забывайте, что можно переключать просто стойки во время файтингов. И это будет очень вам хорошо помогать. То есть, допустим, вы лас-хитите. Вот сейчас опа, там. В дальнюю включили. Опа, на ближнюю подошли, добили. То есть, БХ похарасили. Можно вот сейчас было в дальнем попробовать добить, но вряд ли там дэмэджа просто тупо не хватит. И не забывайте перекликивать. Перекликивать персонажа, когда вы переключаетесь с ближней на дальний, чтобы атаковать. То есть, допустим, я вам примерно покажу это на геймплее вот сейчас. Сейчас столько надо. Так вот сделаем. То есть, когда вы вот так вот в дальний. Опа. Перекликали. Мы сначала, вернее, в ближнее, а потом в дальний переходе мы перекликиваем для того, чтобы наш персонаж начал атаковать нормально. Все, БХ описался. Вот, видите, персонаж у нас чуть ли в упор не подошел, чтобы закинуть. Поэтому нужно остановиться и немножко перекликать. Ну, тут такая механика, к сожалению, от нее никуда не деться. Не деться от этой механики. Давайте захилимся, потому что, возможно, барыша сейчас побежит. Когда хилитесь, желательно переключайтесь в дальнюю стойку, потому что на 100 хп будет меньше. Значит, больше зарегените. Больше зарегените. Давайте купим, наверное, вот эту штуку. Чтобы замедлить вместе, что. Можно попробовать убить сейчас. Дальняя стойка, стоим на дальней стойке. Схитим просто. Топорик, а мы будем подкидывать пацану. Просто пара, подкидываем. Погнали. Пара на топе, да? Буха меня просто решил заспамить тут. Надо ему сбить ману. Опасно сейчас подниматься на хг, я могу встретить его. Кромах. Начально. Ману не сбил. Он засерединил ману себе уже. Руна руна, пробежимся мы. Хорошо. Нормальная руна. Нормальная. Нормальная. Нормальная руна. Ничего не нравится. Вот эта штука. Пайзи надо фермы артефактом сделать, но я решил купить в Рейсбэнд, чтобы немного уплотниться, потому что там еще и бара. Он еще не гангл, но в скором времени начнет, и это будет очень напряжено. Твард, по идее, тут не видно, сколько я знаю. Хорошо. А так, что за руна? Твард бежит. Не надо там ему помощь, но он спокойно убегает. Бара намет на рейсбэнд. Барана митнар побежит. Промах даем. Входим. Хорошо. Хорошо. У него там трек есть. Так будет потяжелее. Сейчас я его уже не смогу убить, но есть. Даст, конечно. Че ты пришел на спаркился? Так, все нормально, не переживай. Вдагон, вы видите, хочет. Это будет прокастерский. У него мана есть на первой. Я могу умереть. Куда он там побежал? Смотри. Круси там тащил. Да, у него 80 маны, но он успеет, в принципе, выйти. И по мне, естественно, не помогут в этой ситуации. Он же ушел. Вечалька. Ладно, фармим. Фармим дальше, ребятки. Много получается пассивненько. Тут линия. Надо убегать. У меня сейчас просто стаса очень много. Там уже внесет. Сразу баши вылетел пацану. Найс, найс. Хороший баш. Вкусное мясо. Просто не повезло пацану. Я вот тавер снасил. Уже сейчас просто за один заход. О, банк. Банк. Вот так вот я не понимаю. Отцу мы ему повезло со мной. Но... Микромоменты в жизни. Отцу не повезло с ними. Ладно, поехали. Цепьета. Цепь и и и. И л вайкса. Дегенератский ник, но как раз для него, в принципе. Так, ну что, пойдем сейчас погангаем что-нибудь, да? Как говорится. Берем вот эти штуки. Поехали. Тастики. Попер там душит. У нас ты есть, тпшка. Ихилл. Поехали поганг. Поехали. Че-то я в полнатуре не вижу. Да не блочь меня, господи. Ах, помойку. Просто помойку. Вики передо мной бежал, это решило все же, я не смог там уже доконтрить. Шесть. Просто передо мной бежал, че. Давно не бегает, просто. Реген успеваем, успеваем. Поподеремся. Смотрите, сколько пацанов. Еще бы халлах полубегает. Прокерски да. Надо помнить. А ну бежит просто. На него замедляйте, не работает сейчас. Скотина. Просто скотина. Абх. Надо фармить. Ну не забрал чела, там челный дурачок бегает нормально. Бегает нормально, у него плюс 20% момент спида под бреком. Я поторопился, даст, нажал. Думал, сейчас зайдет, он весь побежал. Но нет, просто кинул мне дрэга, побежал, все. Моя ошибка. Торопился просто. Пивер тут. Че этот чел, наведает. Да, они души. Да, как у меня с башей повезет, но вот этого еще за души. Я все равно вновь. Ах, пойдет. Но на самом деле не пойдет. Все, третий фраг забрал, было бы хорошо. Че, даст я, наверное, не буду брать. Пусть против сами БХ берут. Он че, просто бегает, дастов нету. Дастов нету, да. Да, жесть гангер, у которых нету дастов, это очень плохо. Надо маднес фармить. Девятая минута, у меня до сих пор маднеса нет. Это все потому, что я беготней занимаюсь, а не фармлю. Вот на мид сейчас 12 секунд полетели. Опа, опа, задрали маску. Задрали, забрали маску у крипов. Даже у мартред кислоты лучше, чем у меня. Типа, ну, это вот весь смысл доты. Прака неудачная. Все равно возьму, даст ее. Прака неудачная, гг. Получится ничего. Хорошо. Добиваем крипов. Масочку сделаем. Ладно, сделаем, а можно на иншентах. Потом яшку докупим. Сейчас яшу пойдем. Буст не такой сильно у нас сейчас идет. Чуть позже может быть намного лучше. Удыхает и расфиживает просто и все. Ну, он просто треки будет кидать. Да, не добил, надо было бить. Вот позже, я так плохо стал играть, я в шоке просто. Когда надо, нормально, не могу сыграть. Гоу его. Можно баш. Спасибо. Еще за стиль и бежит. Потанчи на своем сларке, я не буду танчивать. Ладно, нету. Говорите, конечно, прыгнет со стилей. Вот классика, ребят, классика. Классика, давайте спрячемся немножко. Хорошо, они втроем на низу. Отлично. Когда хилимся, ребят, не забывайте включать дальнюю стоечку. Дальнюю, чтобы хп как можно больше захилить. Чем меньше хп во время хила, тем больше захилить. Ля дай пройти. Что с этим рекимару не дает? Дает мне. Крыса на реке. Я не пойду на них уже. Умрет. Хорошо. Да ты достал. Год, драться. Че ты его боишься? Я же на себя весь товар беру. Но сейчас прыгнет добивать, как обычно. Я не дам. А, Марита идет. Вот, успеем. Пойди, успеваю. Да, успеваю. Умер бы сразу. Рики боится. Жесть. Ну, это, в принципе, рекимару для новичков тоже нормальный герой. Тупо, ну, ничего не делать на карте. И все. Тупо сидеть АФК. И тогда нормально. Да, рекимару это такой герой для ребят, который вот, ну, вот, вот. Входячий вард. Ну, немного не понимает. Видит лоу хп, тогда прыгает. Вот только так. Это для таких игроков, такие герои. Так, ну что, у нас есть мадность. Давайте мадность сейчас дождемся и побежим сюда, в кэмп. Сразу жалко, я не могу его курьером отвезти. Было бы очень круто. Было бы очень-очень круто. И дальше, наверное, блин, сильвер против март-рэдки. Вообще кайф был бы сделать. Ну, в принципе, давайте сильвер сделаем. Че нам мешает? Там бы Хавдагон будет собираться. Ага. Гоу на низ. Побегаем. Ну, побегаем. Че нет? Че такого? Че такого побега? Побегаем. Бегу. 522 мс. Волосы назад. О, Марита пришла. Она запушил. Марита пришла. От этого пацана, гоу. Нем даст. Так, гоу еще. Боже, ну крипы кончены. Дайте пройти. Фейзов кд. Сларк убегает. Кто драться? С. Хорошо. Сларк пугливый. Как критик такой же. Ну, найс. Го. Наглую. Эх, маны нет. Че душа? За душа. Хорошо. Вон еще то, по-кто-то делает. Можно баш. Ужать, что баш с первой пачки не вылетел. Она бежит просто. Хорошо. Хорош. Так, что бунти-хантер. Нормально, душа. Команды. Аяшку сделаем. Поехали. Надо успеть на камп. Двойной. Не успеваем. Ладно, спидет сажать. Не дам. У тебя боттл, что ли? У тебя нет боттла. Зачем я тебя должен оставлять? Я такой же керри, как и ты. Только у тебя мобильности сейчас побольше. Я, наверное, не отвел. Не успел все же. Так, яшу берем, ребят. Яшу по-любе. И манку. И манку. Яшку и манку. Нормально. Нормально, душится. Дальше поехали. Так, центральная. Выходим. Забираем крипов. Наша задача забрать как можно больше крипов тут. Ну, хотя бы так. ВД там убивает пара. Ну, умер. Пара с ВД. Убили реки Мару. Так, ребят. О игре. Что нам необходимо? Напоминаю. Нам нужно собрать правильные артефакты против оппонентов. Именно. Скорее всего тут будет Сибирейдж в пике. Против Мартрейд. Временно. Это время. Я так думаю. Но посмотрим. В любом случае сейчас сделаем Яшу. Выфармиваем на этих кемпах. Забашил так не вовремя. Давайте. Ведем. Хорошо. Есть у нас Яшу Ресипи. Хорошо. Яшу Ресипи. Го. Вот сюда. Отлично. Яшу Ресипи. У него хп нету. У него хп нету там лоу. Толерантность. Чего? Понимаю. Го. В свой лес теперь. Баха идет. Но на баха ничего нету, к сожалению. А, о, есть. А что путь стоит? Ты не можешь подхукать что-то? О, дастов нет, но выдержитесь. Дастов нет, но выдержитесь. Я не буду с ними драться. Не-не-не-не. Я пошел. Я пошел отводить своих персонажей лесных. Лесных жучков. Хорошо. И нафиг мне вот это что нужно тут. Нафиг что нужно. Дофармливаем Яшу свой. Дасты надо брать у воды. Там лотер сейдж тоже. Ну, вот так вот сделаем. Ребята там с вами дерутся. Пусть. Кайфует немножко под атакс пидом. Все, поехала. Поехала. Давай, давай. Работаем. Нормально сейчас тут выфармим. Сейчас Ларка убьют, да, походу? Да, убивает. Доспел будет нажать. А, все равно сдох. Хороший. Пацанам дают шансы на победу. Че там вивер, да, убивает. Лог еще. Рики стоит фармит. Магит ему. Лики. Не туча, ничего не захотел дать. По Ощпе. Хороший. Будешь кушать? Будет вкусно. Пацкуйте. Че там, конечно. Нормалым, нормалым, да. Псс. Сейчас там доиграем. На топ. Сейчас в лотарь выйдем. Возьмем дасты. И начнем нагнетать пацанов. Сейчас мс у него очень высокие. Буду просто убивать. Хорошо. Так, полторы тысячи есть. Амулет покупаем. После амулета клаймор и поехала. Ребята разберутся. Не добил. Печалька. Хорошо. Вот это минус два будет. А, нет, не будет. Почти есть клаймор. Говорит. Рики там душит. Посмотрите, бедная мартредка. Бедная мартредка. Но мне главное, кэмпы. МКБ делает просто сразу. Вивер, фаст МКБ. У него челлендж, походу. Какой-то челлендж. Не упьем уж. Че не попал. Пацан. Хорошо, погнали в лес. Сейчас уже будет клаймор. И погнали с лотар сейджем. Ууу, что мы будем творить? Ну, у нас в Сларка тоже лотар. Это, конечно, все быстро прикроет эту всю лавочку. Но. Сейчас мы заберем Рошана с лотаром. Один топорик. А, найскур. Вернули, да? Плохо. Я бы сейчас купил себе уже лотар. Все равно мы тут на кампах на этих будем глушить. Крипов. Все равно на этих кампах будем глушить. Пойдет. Все, есть лотар сейдж. Сейчас пойдем в Рошана. Забираем Рошана. Погнали. Дефолтная. Натаролямби. Так, есть клаймор. Берем тэпл. Поехала. Вивера там убивает. О, вивера законтрили просто. Вивера просто законтрили. Сажали у меня дастов никаких нету. Проки. Помните хантера. Рошана, ези заберут. Троль с помощью баши забирает спокойно, в принципе. В принципе. Хорошо. ТПшку. Сажимаем на душу в два раза быстрее. Пойдет. Хорошо. Хаван по миле идет у него догон. К слову. Отлично. Есть у нас Оега. Сейчас Оегисом будем душить. Гол тут бы ходит обочит снов. Сейчас вот это пацанам будет. Попробуем что-то сейчас тут замутить. Драку. Тут что он ворвался. Страшно. Застильный в реке просто. Вверх. Для темы. Можно? Пожалуйста. Подраться. Дотов. То есть не дали так ничего сделать вообще. Ну детекшен нужен. Можно задушить. Реки подстилил. Молодец. Молодец на реке Мару Ча. Я дальше не пойду. Какой смысл? Какой смысл идти дальше, если Реки Маруся стилит? Блинком. Нормально сейчас Сильвер купим. Можно будет сделать манту. От трека. Я думаю это самый годный вариант будет. Я так сделаю. Не обессудьте. Хорошо. Погнали. Так. Сильверейдж. Говорите. Сильвер. Сильвер. В принципе, ягис реализовали. Это 2 снесли и подрались. И золото у нас еще есть. Все нормально. Все нормально, ребята. Задушиваем этих грипов. Я просто на Эншентах торчу с Матнесом и все. С Матнесом на Эншентах торчишь просто постоянно. И все нормально. С Яши можно манту сделать, ребята. Наверное, сейчас и сделаем. Против БХ будет профитно. Надо дасты какие-то. Я все говорю. Надо, 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 надо. А уж ты как-то. Покупаю. Для Абель Сиеса. Пробо стыгус. Ладно, пусть будет. Погнали одну драку с Сиес. Сиграем. Я постоянно забываю, что Сиес сразу же собирается. А не то, что нужно. Погнали на низ. Попробуем вивера подловить час он выйдет с этого. Что куча. Начнет грипов бить, и я тут вылазил. ВД идет куда? Погнали сюда. ВД найти сейчас. Ага, ВД. ВВД. А вот он, ВД. Попробуем убить. Все забашится. Да, не забашился. ХЗ. Так что, нет, но вы держитесь. Ладно, гол, ТП на базу. Не, давайте ТП на магазин. Сделаем. Я уж не буду сбивать. Что-то. ТП на магазин на нижнем. Уже улетел. Самый диод. Не подумайте, что там через свой не через свой, но просто чел, идиот, пишет мне. Пусть пишет дальше. Я не видел. Ты не знаешь, что меня надо вызывать. Так, что делаем, разбираем, да, значит. Сэнш, все есть. Погнали. Что я сделаю, если я не видел? Я тупо увидел, что крипов там. Забирают, и все, и ушел оттуда просто. Так, но гол драться. Сейчас подеремся, смотрите, там же минус два героя. О, минус три сейчас будет, да? Пац, го. Сейчас будем драться. Опа, детекшн-то нету. Опа, детекшн-то есть теперь. Я иду, мне пофиг, я сейчас ультракилл. Поехали. Проверяй. Ультракилл, проверяй. Почти ультракилл, но пойдет, пойдет, пойдет. Почти ультракилл, хотел сделать. Все, хорошо. Что дальше делаем? Можно манту сейчас сделать, просто. Впервые вижу нормального тролля. А я вижу ненормального реки Мару, который стелится. Ну, пойдет. Подписывайтесь, ставьте лайк на все дела. Как говорится. Как говорится, ну, вы там давайте лайки, там все там все дела. Спасибо, ребят, всем за просмотр. Спасибо за лайки. От души. Обязательно пишите, чего не хватает все же троллю. Тролль очень интересный, герой. Очень интересный. Поэтому рекомендую всем на нем играть, но нужно играть именно от жесткого перефарма. Просто от перефарма. Герой очень сильный. Герой очень сильный, но на перефармках. Давайте, может, блин, удаст, я уже не возьму. А ребята, мы начали кусаться. Пусть начал кусать, да, но нету там детекшена. Пойдет скорее всего, да? У меня есть, кстати, этот манг, это очень хорошо. Мы поможем пацану, да? Попожем. Бивер сейчас вылезет, убивай его. Проходим. Хорошо. А мне прокурсия. Пойдет. Пойдет. Панту зря нажал. Не случайно, на самом деле. Панту же давайте на тап поставим, потому что у меня бинт, четверка, может залагать. Поехали. Поехали. Ппм пропадет, можно задушить. Хорошо. Да, 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 застиль. Ах ты, ах ты стилишь. Вообще жесть, чел просто в наглую тупо прыгает и там вот эти 50 демеджа хватает, чтобы застилить. Ладно. Ничего страшного. Ничего страшного. Продолжаем, ребят. Сейчас пойдем на базу. Рикимару просто случайно у него так выходит. Че, давайте может гем возьмем? Гем или... Давайте даст, даст. Просто дастами обойдемся пока. Продаем аквилу. Покупаем крит. Берем дасты и поехали. Берем дасты и поехали. Надо сейчас подождать пока команда будет драться. Я зайду со спинкой. Я ромбашку. Форт, наверное, какой-нибудь. Ну, не знаю, не уверен. Уверен. Поэтому поехали. Пацаны. Сушат. У вивера, кстати, МКБ. Так, три фастфиниша написали. Что-то все, наигрались что-ли? Мне интересно. Интересно. Выходом. Явычка. Вон крысы идут, смотрите просто. Все. Битва лотарщиков, ребят. Ставь лайк, если ты тоже любишь лотар. Сларк. КГ. Опа, барвочку поймали. Я буду со стороны стоять. Еще кто-нибудь подойдет сейчас. Опять чел прыгает и просто добивает. Ну, это три кемару, я не знаю. Это просто уникальный какой-то чел. Я не хочу тавр сносить, потому что они тогда за прудс и на хаберсе. Я просто на хаберсе за прудс. Жесть. Ладно. Ладно, гол, заберем тачку. Пойдет. 2К есть. 2К имеем, так сказать. 2К имеем. Что там ввд фармит? Ну, кату за кату, он за это умрет. Хорошо. Погнали. Даст помойки. О, там дальше драка продолжается. Let's go. Какая там драка? Там нету драки уже. Какая там драка? Нет там драки. Будем заходить. Уверен, зайдем или нет. Подъем. Что они нам сделают? Просто спрашиваем сейчас все. Такая универсальная тема, стойки переключать. На самом деле прикольная вещь. Когда меня душат. Я буду душить теперь. до сих пор там этот скади держится в своем магазине опача на кого бежит на пульса хорошо значит мартретку убиваем прыгать гг задушина неплохо в принципе пойдет для понимания что нужно внутри делать на тролли как собирать артефакты в принципе я думаю будет достаточно есть у нас еще сейчас уреза так куча сейчас вообще будет жестко жалко на вставочку нечего жить но ничего на x катку мы будем играть скорее всего будет какая-то потная катка на тролли и будем прям овер агрессивно душить я думаю пойдет но принципе так катка не пассивная вроде неплохо вышло сейчас еще муншарда купим давайте возьмем муншарда пойдем у нас буреза и летит уже буреза муншард и принципе скади можно какой-то или бкб вообще обычно берется знаете чё на тролли обычно берется вместо бурезы типа скади но вообще скади типа самым первым артефактом собирается но никак не самым первым где-то вторым третьим чтобы поднять хитпоинты как на джаггернал то такой же в принципе билд тут но на тролли немного специфичнее игра идет джага убивает от ультимейты от перри фарма потом скритов на тролли просто на перри фарма убиваешь просто на пассиве за поехала а его отдадим товарищи забирают и нормально погнали хорошо сами еще сопротивляются сейчас дадут душу уже в принципе от души можно соло ворваться там куда-нибудь был бы а егэс да но я не стала выбрать пофиг хочу маншард жрать надо вместе собраться сейчас под рукам под рукава короче вот хукшот но вот этого подхода вот заходите у вас валились товарищи товарищи у кого есть заходите папа папа пара пишет пара пишет баранина да пожалуйста вообще для как толкается пойдет пойдет жалко я в ближний не ближний автопе стойки иду раз к нам тут же давай бро хукани и как следует я сейчас раздамажу нормально пойдет так задушили реки мару настилил конечно по страшному и что страшно тебя такая первая катка у нас через центральную next там пойдем наверно уже через изи линию и посмотрим что у нас получится на изи линии на этом персонаже но пока вот такой геймплей просто можно тут смотреть на самом деле сюда купить скади ну или бкб вместо и сатаник вместо матраса и все в принципе ну попробуем сейчас какой-нибудь потную игру сделать чтобы было овер интересно прям они так изи как говорят так ну друзья загрузились мы что ж теперь будем играть у нас троллем через даггер и через топорики ребят там сейчас мы поменяем немного мету сейчас будет немного по-другому у нас к . и посмотрим что у нас с этого выйдет друзья так ну как вы помните троллю страшно против прокастов поэтому нужно ребята аккуратного бруду берут фирс пиком но бруда фирс пиком это очень отчаянно на самом деле потому что бруду могут на контур пикать а могут и на контур пикать в этом то и дело так ну и чё будем делать ждем ждем чуть-чуть ждем и потом подпикиваем персонажа потому что пока фп я не хочу брать потому что ребята могут подстроить очень сильно подстроиться очень сильно пока ждем ждем я не знаю пока куда я пойду но надо на линию пойти друзья не на мид на миду мы уже были сми до выкатку видели быстренько вы формили аккуратно туда-сюда обход подушили и все так шторм уберут что наберем тролля поехали погнали берем ахилы кона флэчера взяли мид парни идут дайте низ дайте низ фарм 8 герой и спека хорошо спасибо спасибо ребят каждому кто подписаться кто ставит лайк кто поддерживает канал творчество от души ребят от души каждому братцы для вас стараюсь для вас старая чтобы вам было интересно и пытаюсь для вас сделать какой-то годный интересный контент которого не было например гайды гайды с особой такой стилистикой с историей героя с раз с этими с рассказами полными друзья надеюсь вам заходит так ну и что опасно опасно друзья опасно вот здесь вот опасно на дорогу забирать как бы ну наверное о 2 куры и виркуру опасно конечно выходить но погнали нет и поэтому там что стоит две куры у нас и дали нам монетку но будем стараться сейчас фармить он не забрал ровно даму без рон остались забрал надеюсь увер не будет пытаться у нас фарм забирать смотрим что у нас выйдет о бруда на низ идет hardline бруда это плохо на самом то деле центре тут будет покупать только один герой это я походу я буду качать вивер тоже пытается восхитить да продавайте пожалуйста придется торопиться торопиться восхитить соло на соло мне кажется бруде тролль изи проиграет а тут еще и под машин будет накалять хорошо не забывайте про смену стоечек это порой очень может хорошо помогать давайте возьмем в б нет не будем брать туда улетел топор и надо сейчас меня начнут накалять ребят пол хп нету это паучки соло тяжело будет стоять сару так я умираю тут по идее нет еще живой розовый теплый ну на характере промах пойми хорошо жесть на характере промах это хорошо промах на характере да сейчас рестница прилетит отлично бру-бру-бру-бру какой-то обидер лагает да нифигасе у меня бур-бур-бур-бур а вот он бур-бур-бур-бур вот о чем они это же бур-бур-бур-бур вот он да ну вовремя залагал виверок надеюсь тамара у не летит хотя если даже летит то гг должны промахи меня спасать сейчас у фб было бур-бур-бур-бур прибежал бур-бур-бур-бур-бур жесть ребят жесткая фб но айтемы летят бара замахнул сейчас пойди дычку давать если не вылетает от нос то я живу посмотрим когда отлагает зависимости сейчас тут под матч ару будет скорее закидывать но она скорее всего попадет тут вот сюда бы ее кидал в игре гг то есть у нее сейчас время есть подумать куда лучше закинуть ару конечно такое окей окей что не везет сегодня постоянно катки неполноценные щит в общем хорош пар 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 ребятки обманочки работают 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 обманочки давайте куру решим а умри хорош хорош бур-бур-бур-бур и сюда бур-бур-бур-бур дингу айку мог сразу дать мог сразу но не стал пацан ладно пойдет 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 не говорится что ты идешь ко мне на линию фармить теперь типа я пришел сюда убивать героев и фармить как видишь героев я уже убил это будет зашквар чё хорошо оу хорооо ну то парики раскачали мы ребят с топорами надо подыграть свой топ он бы пойдешь а то попал парку а то брик прпр тут пришел к это не закинули радует что сф адекватный по крипам но не менее много армора выравнили крипов сф отключена да хорош выключил криса криса что мы сахар душ 44 в р.п.р. сэфа буду оставлять туда наших крипов пусть добивает хорошо сэф по факт да сапа бы какого-нибудь было бы круто круто обор пор пришел а вот тут еще и боны четыре героя на низу чё не 5 чё не 5 5 не есть не стал приходить ладно есть файзы пойдет бэр пэр 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 приближал вот этот ес пришел 4 5 верни чё меняем туда позицию не хочется находиться там бэр пэр пэр вот этот овощей ару поднялся 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 не знаю лучше поставку игрок бы тут пасту пойдет ну сейчас раскачаем ребят топоры потому что он тут топоры жесть как нужны молодец все линию желательно тут бы держать под варгом пройдемся и надо добить маску тут еще париться маску добьем будет хорошо из полков забрал всех все масочка есть не знаю почему гриб этого не добил для обеда хорош мансит мансит парень мансит молодец я наблюдаю нету возьмем 8 хорош это пройдет поздно ой какой дайгер ля что с вами что с вами товарищи давай баф падай уже пофиг нам на бруду нет не пофиг я замедлил я так хотел застилить чтобы 4 фраг взять ладно пойдет через топоры демиджа много или хороший сын еще и куру забрал сказал куру забрал то вы поняли кого чувачка этого на подме тампойники да у нас этих пацанов гол стакни если рун оторвал я возьму пройдет айку так у стилы армен дагерных стабильным ребят у нас пара пишет да мог не отменять получилось бы весело по моему можем мне кажется блин я не сообразил не увидел что центре там ломает я бы топором сразу срубил сразу срубил и увидел так ребят дагер надо текстом дагер даже можно прямо сейчас хорош пойдет топорики сила пауки могила топорики сила пауки могила шел от трех на топе так еще импакт нужно нормально фармим ребят я жизнь будет успешненько и весело и интересно каждый герой сделаем вытащи по кайфу так вот там сфа убивая дальня обидно сф конечно же убила хорошо если там гоняет его еще 200 ман мне кажется он даже убьет хороший урож пиццу пойдет пара допустим пара допустим марта 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 карта дагера есть можно поесть в тиша наша дату собрался хорошо а так по ходу релино шедор собрались у меня будут выше чудо Оу, мисклик от бруды был Найс, я бы сдох сейчас Мисклик был Иду, иду Да, забрал, кристо Печалька Печалька Го скади сделаем, ребят Скади Будет у нас такой жирный билд Через скадуи Пойдет Я там тебе не помощник, братан Ты у меня фраг забрал О Там сбойник еще, кстати Боника Боника я, кстати, соло по идее убиваю Фармим пока Топоры раскачали, сейчас 1-3-1-3 и гг 1-3-1-3 1-3-1-3 1-3-1-3 1-3-1-3, сейчас, наверное, 3-е вкачаем Для баланса Чтоб атак спида хватало Будет интересно Левелы не дают за них Вообще не дают ничего Пойдет 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 Погнали на инжентон Игрочек Помогает очень быстро Бегать Эти кэмпы Заберем Сейчас на виду крипов Заберем Пойдем отдыхать А я так и знал Вот этот, чувствовал подвох Вот этот какой-то Да Не дышите Я увидел подмал Вот так в наглую идет сюда Я почувствовал подвох Что там что-то будет сейчас Блин, я не хочу вардить В реале Не хочу варды Два дефолтных варды Даже не хочу ставить Жалко 2к золото было 2к золото было Жалко Очень жалко Ладно, что Загангали пацаны Молодцы Давайте возьмем сейчас Продадим стик Купим дасты Мне кажется Вот этому пацану Само кайфу летать Сгорит все равно, да? Да, сгорел А нет На тпшке, на базу братан Не успел Не успел Не успел Не успел чуть-чуть Не успел чуть-чуть пацан Блин, на низ только хочется ворваться Но я же там сдохнул КП немного Ну в принципе Ну давайте вот так вот сделаем Спасибо за башу Да, на дальний по идее добью, да? Соло получается Да вроде соло получается, говорят Соло Вроде Тебе 800 золота сразу появляется Это хорошо Что берем? Яшку, наверное Блин, тут и манту надо будет На самом деле там Манту нужно будет Яшу возьмем Первый артефакт Это Яша будет Абластан качнуть Баром вону Баром вону Боник пушит смело Яша летит Яша не летит Да Яшу не летит Яшу не летит Зачем я рьюзал Я не рьюзал Я не рьюзал Или я рьюзал Я вроде не рьюзал к вот ведем потом по тренде да 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 уважаемый шторм барс стоит что второй раз паучки лет боях что ли сделать после пауков такой кайф у меня есть блин каут хорош мы тут выйдем победителями наверно наверное порой я прыгну но это вставочку да на какую ставочку же на 3 4 нормально на характере характер и 500 на кармане в обмане с даггером все же мобильность конечно ребят топове топове блин там убойника скоро рчит будет давайте манты наверно сделал опять манты надо делать да ребят эти скади просто бахнем сейчас соскади и по бомбару убивать берем даст и берем скади карывать камеру пусть не ноют следи на него бежит поехали стартадим газуева видели бы не побежал вот это лицом или нет лида но нарываться на кого-нибудь я не хочу потому что это такое будет это будет такое все можно blacking bar нагло задушить там что видеть тоже собирается надо жир просто жиру диму хорошо ля как резко не да все гол манту я понял ребят панту делаем надо скидывать таргет себя жесть я смотрю по карте никого нету а шторм вообще откуда летел и так и не понял панту сделаем и дальше искать и срывается шторм пластов на нет это радует как в нем анто купить охотник как не купить оу вот так драку что боимся маза прыгнул на бара побежит собора побежал можно забашить пацана но сирий сирий забирает саша можно из нельзя я туман пока что хорош хорош все манта есть с манты будем играть манты будем жить что вас тут слишком много товарищ пауки хорошо все задушили есть манты как болинку еще не пришлось сделать от бары товарищ пауки 11 золотишки так пока есть горбу еще купим да 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 жаль я сразу манту не взял я думал в скаде вы формусь но немного не хватило и убили меня здесь все пришлось быстренько байбэк носа ответочку сделать люблю делать ответочки на байбэках не знаю как выйдут я обожаю сразу такая подпись пик 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 пик, можно забавить от100 пану Манту они не знают пусть улетают куток стила Повезло, повезло Моя монета Ладно, иди сюда Да, как ты долго в этом инвизе А, вижу Хорошо Пойдет Хорошо, зарезали Найс прокатило Ребят, на манту обманул пацана Нормально На манту пацанов обманул И задушил Шторм тут Походу он знает Чел на вроде что я тут Пасла Шторм с какими хп убегает Профессуру брат Шторм с ума Но когда летает это плохо Бля, бежать надо Ой, нет Ну только не я Ну почему Ну за что Ну за что Ну за что Ну за что Ой, ну серьезно, ребят Ну такое только в фильмах Блин, для взрослых показывает Ну серьезно Что за блин Вот все знают Если на стримах Я не ловлю ару То значит это не я играю Вот сейчас поймал ару Как будто блин Ну я не знаю Ну это Ну хз, ребят Хз, бывает Бывает такое везение Я если честно Смотрите ролл Напишу Если ролл Меньше Смотрите Давайте меньше Семидесяти ролл То я конченный Если ролл больше семидесяти То я нормальный Я вам о чем говорю Просто Карма всегда на моей стороне Братцы Так что лукайте Даже тридцать шесть выпало Типа я конченый настолько Что Уууууу Просто opinion Жесть Ладно, сосируем дальше, друзья Еще не гг Но К тому близиться Тут походу Лайтгейм будет Против бруды Бонец Бонник то в принципе Рассыпаться будет Шторм проблемой будет Вот этого пацана бы как-то даст и поехала что он стоит одну линию дюрачен дюрачен долбит одну линию ты шоу бьешь отмени и зачем . стоишь мне не зачем дальше касаешь продать что большой паук умер парни рошана зря вот зря он вот реквайм дал парили еще бкб нажал 6 реквайм бкб все просто в эту пруду дали ладно поехали что даст и есть есть поехали кого угол я бегу есть то а жалко забрали жалко чтобы собрать бара побежит до жалко 20 ман шторм хорош хорош ляста у меня же блин как хорошо что стоечки есть да он привет можно пожалуйста ваши ваши но не сейчас пойдет ангуст ой хорош сейчас пойдет скорость пойдет неплохо прям неплохо плотная плотная к . нормально рошу забрали пацаны сразу же отдали и гиста радует сейчас чуть-чуть остается есть что-нибудь и ничего нет жалко они то хорошо почти скаде есть шагов бруду можно убить попробовать мне кажется я ее убью даже пускали на изи в принципе герой вам адрес надо подождать я считаю что нужно подать можно забавшить пацана пожалуйста да скади давай скади даешь скади даешь жесть я щас жирный и прям ужас отойдем я щас баран тебя хорошо вот что-то я я жир хорошо дальше и хит и и ты эх ты криса чё делает шире нормально с скади прямо отлично душится ребят хорошо но мы в лейт уже выходим считаю что уже катка для нее закончена я так лично считаю шторм ничего не можете у нас есть хороший он очень хорошее пойти дают рп хотя своих а слайма нормальные вроде нормально дальше чё возьмем сделаем кончера пиру и не рапиру чисто но в дефолтный какой-нибудь борезу и до свидания можно будет душить долейт-гейма тут пацаны не дотянут уже тоже катка и зеленью . поход потоп пойду можно бабочку сделать бабочки типа вообще у них шансов не будет не попадут ничего не могут сделать этот тролль такой он по агрессивнее по мобильней драках прям по кайфу бегать там драках по кайф очень подраться 1 на 5 ребята так что пускал помогать помогать не попал капитан капитан улыбанитесь побежали за бары поисках баратрума ребят как думаете найду настигну мх говорит я чисто наперед как животное бежал по факту ах ты крыса для и крыса я тут чисто знаете сейчас раскачивать будет просто и все роль классный герой когда вот такие ваши летят давайте мкб сделаем там промахи есть от бруды руха говорит давайте отойдем мкб купен или от промахов сказать потренируем свое макро понимание что если есть промах значит нужно мкб я готов боялся у меня промахи был готов хорош с ним к башка а пойдем душить нормально да кто у нас там первый желает хорош по одному бар и может и может можно пожалуйста сталь а шесть я просто пищи или баратон микробаши вылетают мкб что не может сделать ужас что с этим троллем не так прям вот в таком билде он просто очень какой-то агрессивный очень прям агрессивный идем бруду поищем в принципе если прыгну с ультой с мадосом и должен ее убить чем он шарчин до куба вообще жить бы погодали жесть какой морс вообще мощная так спит я в шоке просто это жестко все было на базу вроде слоты не сильные статы не сильные а герой сам по себе жесть как убивает я в шоке я в шоке друзьям так ну что погнали римпэйдж какой-нибудь сделаем наверное да будет хорошо и погнали ребята убили кого спеку да ты погнали душить додушивать надо фоник решил там размять но и сейчас пара покажет шторм в рдд пошел рдд а из героя входит есть видели какие там эти начала проблемы большие и учел а там проблемы набора трудно он часто с местами бьется погнали душить жесть это я просто в шоке ребят ужас какой-то не герой пойдет душится нормально жесть атак спит овер дерзкий сваркики ставит молодец хорошо у хп зарегенили ждем сейчас бара по идее может побежать я вообще сделал бы так чтоб на из бежали мне осталось только модный заменить модность можно не менять пока нет нужды нас нет нужды в сатанике или нет золота в принципе можно не менять а потом уже конечно поменять ингерим пара поджалов а а и а и 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 можно вот так сделать ребята сэвид молодцы жесть не хватило мне хп чуть я думал сейчас быть ля ля леет мидо и сэр такой даю ребята запушит ребят но такая катка у нас получилось роли не знаю кому понравилась она кому нет но вроде прикольная разносится прям вообще кайф то что нужно для гайда м пушка пушка стока дэмэджа я давно не видела этого героя но именно вот такой разношно брат 6 прям просто уничтожает чем какую-нибудь бабочку да знаете можно тупость мест вместо фазов сделать еще бабочку тупо поиздеваться тупо поиздеваться огонь с так и сделаем ничего нет у нас м сажать сколько ребят смс а привожу прижу 370 как обычный герой как будто двигается 370 ты какой обычного героя вот допустим уезд там 370 но не под юлов конечно вот спектра допустим ее на нас скорость спектра бегать бабочку что будет жесть все на из посмотрите на артефакт езда фиссур брат или там просто этот викорь зимний такой полетел смотрите какой вихрь зимой просто зимний вихрь о щит только не я тупо зимний вихрь звайте меня зимним вихрем за вашим я рошана разбил живо назвать у меня мистер зимний вихрь жесть это конечно жестко так спит страшнейший просто жесть мне души на что рван пойдет 6 конечно да мистер вихарь мистер вихрь до душил 6 как же он душит ребят но такая вот катка на тролли я не знаю судить вам вроде офигенно получилось и вот этот такой знаете вот эти 103 сколько топоров летит на мне больше нравится этот вихрь знаете снежный который я делал на рошане он прям прикольный бодрый друзья ну в общем на этом все от гайда этот гайд принципе закончился я думаю next к точек не будет потому что в принципе тролля по фану собирать не как это жесткий такой хард керри прям он хард керри потому что на этом герое нужно прям жестко собираться и жестко выигрывать катки ну как принципе вот это не знаю напишите какая катка вам зашла на мне кажется 2 больше зайдет но не забывайте друзья если вам требуется отключать какие-то сильные пассивки то собирайте silver age на грен на тут я сыграл через даггер это очень хорошо даже сработало и я считаю что это реально прикольно друзья в общем спасибо всем кто посмотрел этот гайд спасибо всем кто поставил лайк кто подписался друзья всех люблю давайте с вами был xanazos спасибо и до скорого